Всем приветики! С вами Мелис и мы продолжаем играть в Сибири. Так что не забудь поставить свой царский лайкосик и подписочку на канал если ты здесь первый раз. Надевай наушники и поехали! Мы остановились на том, что сейчас нам надо раздать все заказики и проверить печь, еще осмотреть картины, насколько я помню. Вот картина на столе. Эти картины. Помнится, Гир Густав хотел, чтобы я помогла ему выбрать какую купить. Он наверняка оставил мне записку. Скорее всего, да. Вот она, записочку. Да, у меня к тебе небольшая просьба. Молодой альпинист Леон не оставляет попыток убедить меня купить одну из своих картин. Он пишет свое свободное время. Да, быть может это и не шедевр, но написано они не дурно. И хотя бы я понимаю, что на них изображено, а потому был бы даже рад повесить одну из его работ у себя на стене. К тому же Леон парень славный, многие приезжают в лагерь из-за него. В общем, я тут подумала, раз твой отец продает картины, а я ни черта от не смысла в искусстве, то стоит попросить тебя выбрать за меня. Заранее спасибо, а что выбрать? Не смыслит в искусстве, то стоит попросить тебя выбрать за меня. Что? Что я должна выбрать за тебя? Стоит их внимательно рассмотреть перед выбором. Давай. Давай. Да подожди. Взглянуть. Ну, кстати, красивая. Тут есть темные тени, тут видно. Река яркая, также солнышко, облачко, горы. Довольно неплохо, красиво. А здесь же картина облака. Ну, я здесь вижу поляну. Облако и, не знаю, каньон, возможно. На самом деле, мне больше нравится вот это. Давайте на нее еще раз глянем. Не знаю, мне она как-то больше нравится. Давайте выберем ее. Все, отлично. Мы выполнили задание заодно. Осталось принять заказы на террасе, отрегулировать печь. Принять заказы на террасе, отрегулировать печь. Стоп, это что у нас такое? Я рада, что Геру Густаву нравится, когда я тут играю. Так хотя бы не заржавею. Проверить, проверить. Так, ну, что сказать. Горит. Горит. Все, хорошо, она горит. Ну, да, я проверила, все. Можно закрывать? Да, сейчас пока я тут все обойду. Вот, есть какой-то рычажок. Нет, все, все окей. Я выполнила задание? Отрегулировать печь. Нет. Так, вот, здесь что-то надо проверить. Нужно подбросить дров в огонь. Хорошо. У меня есть, у меня есть дрова. Я вот как бы не знаю, дрова. Ага. Попробую другое. Хорошо, давай вот это. По-моему, все хорошо. Отлично. Но нужны дрова, как ты мне сказала. Нужны дрова. Где нам взять дров? Этот механизм управляет забором воздуха, по-моему. Гергостов не успел его починить. А что теперь делать? Я не умею чинить печи. Ты что, я такую штуку в первый раз вижу, мне страшно. Вот что-то наверху. Я никогда не видела такой печи. Должно быть одно из изобретений Гергостова, о которых все говорят в лагине. Давай у дрова найдем, подбросим. Давай подсказочку. Где дрова? Дрова. Вот, я вижу дрова. Иди сюда. Да брось ты это уже. Вот, мне нужны... Ну, не мне, а мне... На террасе еще остались гости. Стоит узнать, не хотят ли они сделать заказ. Ладно. А терраса это вон там или вот наверху? Наверху никого нет. Хорошо. К тому же, здесь еще куча дел. Не хочу подводить Гергостова. Хорошо, хорошо. Давай приемем заказ. Нет, ты можешь лучше. Ой. Что вы, госпожа? Девушка, что вы будете пить? Заказывайте, пожалуйста. Я вас жду. Девушка. Девушка, я стою. Ленни, дорогая. Ай, у меня чуть душа в пятки не ушла. Что это у тебя там? О, это просто линза от камеры. Линза от камеры? Да. Одолжила у юнты. Кто такая эта фрау юнта? Рыжая юнта. Вон она. Она замужем? О, нет. Слишком старая. Ей уже далеко за двадцать. Вот ей нравится снимать Леона. Он молодой и красивый. Ленни. И она никогда не дает мне свою технику. Я только хотела помочь ей снимать. Она точно завидует. У них какие-то проблемы. Голос у нее прям детский. Как будто, ну, ей лет, ну, не знаю, ну, максимум там по шестнадцать. А на вид ей сейчас двадцать шесть даст. Даш. Завидует она или нет, нельзя играть с чужими вещами. Особенно лень, если тебе уже сказали этого не делать. Ты мне не мать вообще-то. А если донесешь, я скажу отцу гнать тебя в шею. Ах, вот как, командирша. Именно так, солдат. Господи, ну и место. Леон, дорогой, постарайся. Что, просто какое-то чувство здесь творится. Давай, Леон, покажи мне свою силу, молодость. А то ты прямо как моя тетка Хельга. Ты в какой миссии он красавчик? Ну, глаза красивые, а так все, ничего такого. Ого, господи. Лучше их не беспокоить. Эта фрау Юнта раньше была не очень расположена к Лене. А как мне сделать заказ? Ладно. Обслужить гостей. Ну как, а как? Не стоит им мешать. Не хочу снова слушать ругань. Окей, тогда нам теперь нужно печь. Печь. Нам нужно разобраться с печкой. А вот как мне разобраться с печкой, я вот не знаю. Я рада, что Геру Густаву нравится, когда я тут играю. Так хотя бы не заржавею. Может, поставишь вот это вот куда-то там отнесешь? Подожди, что это? Нет, мы с ними разговаривать не будем. Идти. Да подойди! Женщина, угомонись. Невозможно. По-моему, все хорошо. Этот отошел. О. Отлично. А теперь что с ним сделать? Хорошо, теперь нам надо вставить его обратно, наверное. Да? Нет? Я могу положить его в камеру сгорания. У печи лежит полену. У печи лежит полену. У печи. У печи лежит полену. Вот, взаимодействовать. Отлично. Этого не хватит. Нужно больше дров. Так подожди, какие дрова? Ты понимаешь, сейчас не в этом дело. Эту штуку надо куда-то засунуть. Мне кажется, вот куда-то вот. Можно уже сюда. По-моему, все хорошо. Может, тогда вот сюда. О, отличненько. Теперь подача воздуха в порядке. Но, похоже, огонь слабоват. Хорошо. Теперь нам нужно и вправду взять дров. Давай возьмем дрова. Теперь ты их точно сможешь взять. Ай, молодец какая. Угу. И все ты это делаешь с бокалами. С цезер просто. Теперь мне надо это сюда положить. Использовать. Подкинуть. Закрыть. Идеально. Все, готово. Я сделала все, что велел Герр Густав. Нужно сказать ему. Все, сейчас он нас похвалит, скажет, какие мы молодцы. Ты все? Да. Да. Все обслужены, заказов больше нет. Молодчина. Послушай, Дана. Ты знаешь, я знаю, что коричневый тень опасный, так? Ради бога. Держи свои чувства при себе. И не припирайся с Гером Бергером, как сегодня. О коричневых тенях лучше попусту не болтать. Но... Это небезопасно. Тебе это еще аукнется. Помяни мое слово, Дана. Особенно в текущей ситуации. Но я же... Дана, я знаю. Будь осторожна. Никто не хочет проблем с фашистами. Смекаешь? И может, когда в следующий раз я дам тебе совет, ты возьмешь и послушаешь старину Густава. Хорошо? Если не ясно, стоит ли прыгать с размаху в болото, загляни к старине Густаву. Ясно? Что, юная леди, еще собираешься осенью в академию или нет? Чего же ты ждешь? Попрактикуйся немного. Сыграй нам приятную мелодию. Хорошо. Сыграю. Спасибо, Гер Густав. Исполни теперь что-нибудь мелодичное. Сменим немного военную программу, которую постоянно заказывают некоторые господа. Замечательно. Сейчас будет собачий Вайлис. Вот кто скажет, что там девочка идет, но это, по-моему, женщина. Ну, е-мое. Точная проблема с персонажами. Не так их нарисовали. Они все старые. Она похожа на студентку нашей героини, я бы не сказала. Я бы ей уже дала 32. На самом-то деле. Так, это мы все открываем. Что ж, Гер Густав отлично починил ту клавишу, что я вчера сломала. Молодец, уже успела сломать. Так. 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 Продолжение следует... 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 Вагиране внезапно стали изгоями общества И мы бессильны, ведь если что-то сделаем Лишимся домов Родители боятся, ночами не спят На той неделе витрину нашего магазина опять разбили А что соседи? Им всё равно И нашим властям тоже Что такое? Моя тирада тебя напугала? Тирада, ты скорее кричала, как бешеная Ну да, напугала То есть, не ты, Фройляй А твои слова о фашистах Там даже волки испугались и убежали Вот такого крика Ты выразила и мои опасения, Фройляй Потому что твои слова о коричневых тенях правда И это тревожно Раньше я думал, что они лишь кучка придурков в нелепой форме Но теперь вижу, что эти безумцы настроены серьёзно Очень серьёзно Но ты знал, кто стоит за экспедицией? Я не думал об этом, если честно Хёса и учёных я встретил только сегодня Они ничем не отличались от групп, что я готовил прежде Зная заранее Тогда подумал бы дважды В самом деле, они подходят друг к другу Знаешь что? Что? Да, ну и хуй Я не буду их готовить А сможешь? Это пока свободная страна Предупрежу их за пару недель И свободен Зато Я проведу лето с тобой Рисуя Но я не умею Ты играешь Я рисую Это моя страсть А ты будешь моей музой Так это любовь Это любовь Ой, ой, ой Ты это всем девушкам говоришь? Нет Никогда Ой, сейчас что-то будет Сейчас что-то будет Привет, голубки Да блин Старая горка Все уже идут спать Идите в дом, а то простудитесь Или что похуже Такое испортило Вот так Дана Обскакала нас всех Леону хватило одного взгляда Чтобы влюбиться в нее по уши А Дана, конечно, влюбилась в него Любовь с первого взгляда Так Все еще там Баген, лагерь, зельбер и шпильки Как будто ругаются Вся компания оставалась в лагере до конца лета А потом, полагаю, все разошлись кто куда А после вы виделись с ними? О, нет А Дана или он? Пошли каждой своей дорогой И на этом про Ленокер Рассказ окончен Нет Ладно еще что-то Как же это, любовь, что с ними случилось? Почему они разошлись? Так, Дана здесь что-нибудь оставила Но куда после этого делать Дана? Куда потом отправилась Дана? Думаю, к родителям Ваген Так я только оттуда Вы не знаете, она еще жива? Точно не знаю, но сомневаюсь Очень давно это было, Фройлен Уокер Будь она жива, где она могла бы быть? Без понятия После того лета дела шли все хуже Не говоря уже о том, что полгорода было разрушено Да, она оставила что-нибудь Документы или что-нибудь, что помогло бы мне ее найти Нет, насколько я знаю Но, возможно, может быть что-то В сундуке отца Он до сих пор на чердаке Юнта купила его тем летом Чтобы использовать как кофр для кинотехники Должна была забрать его, но... Так и не вернулась Если что-то вам и может помочь, то оно там Можете сами осмотреть лагерь, если хотите Впрочем, я не думаю, что вам удастся открыть сундук без Юнты Спасибо, демуазель Лени Спасибо вам Так, теперь мы знаем новое слово Демуазель Так, узнаете о крае и его истории Передем к мероприятию Блин, что там было? Так, задача Найти сундук Юнты на чердаке Хорошо Так Ага, вот так мы и смотрим Тут уже более-менее все загрушено Здравствуйте А, видать, я не один тут застрял Присаживайтесь Вместе пануем о том, что мы здесь застряли Но я здесь не застряла Спасибо, но у меня есть дела Надеюсь, вы задержитесь хотя бы до вечера Зачем? В Лондоне смена караула, а здесь смена цветов Обещаю, это того стоит Вы англичанка? Американка, вообще-то О, ну и далеко же вы забрались Но всегда приятнее застрять в хорошей компании Я сам из Бельгии Участвую в альпинистском турне Застрять? А вы не знаете? Власти перекрыли Тофельскраген Дорогу, что называют Перевал Дьявола Так вот, из-за чего вся эта суета Изменение климата Вы про потепление, да? Из-за него Перевал слишком опасен К тому же, там наткнулись на ужасную находку Комасапец Да Тела бойцов сопротивления Погибших, когда они вели беженцев в Швейцарию Замороженные Бойцы сопротивления? Замороженные со времен Второй мировой? Так пишут в газетах Поэтому там шатер? Это временная часовня Которую установили спасатели Пока ждали вертолеты для вывоза тел Ясно Полагаю, мы обязаны уважать память погибших Даже после стольких лет Надеюсь только, что эти внезапные раскопки Положат конец слухам о том странном существе Обитающем на Зильбершпикеле Иначе будьте уверены Как только старушка откинет копыта Из-за проклятых туристов здесь будет Не продохнуть А что насчет замороженных тел Которые обнаружили у подножия перевала? Похоже, из-за изменения климата Снеговая линия отступила Обнажив тела, заточенные во льду Со времен Второй мировой войны Скорее всего Это были бойцы сопротивления И беженцы, пытавшиеся спастись От фашистских оккупантов Швейцарии Полагаю, бедняги попали под лавину Их останки лежали в снегах перевала Все эти годы Поэтому власти перекрыли доступ к перевалу Чтобы вывести тела Опознать их И должным образом похоронить Можете рассказать о перевале дьявола? О, если смотреть с террасы То он по ту сторону ледникового цирка Как вы догадались Он зовется перевалом дьявола Потому что очень опасен Прежде всего Из-за риска схода лавин Только опытные альпинисты Могут его преодолеть Мне, как профессиональному альпинисту Особенно важен тот факт Что я иду По следам отважных покорителей Вершин прошлого В этом есть настоящий дух истории Во время войны, например Бойцы сопротивления этой дорогой Переправляли в Агеран И других жертв коричневых теней В Швейцарию Хорошо, спасибо Верно Теперь все понятно Что ж Мне пора бы вернуться к делам Не за что, Фройля Это у них такое обращение Фройля Первое слышно На самом-то деле Так, на этом мы все смотреть не будем Это как бы неинтересненько Интересненько Мне очень-то интересненько Так что я просто хочу подняться Ааа, быстро поднялись Быстро Очень быстро Так, что у нас тут? Роман А ну-ка Старая Книга Волшебная гора Томаса Мана Забавно Бабушка и дедушка Оставили мне такую перед смертью Когда я была совсем маленькой Когда-нибудь ее прочитаю Так Что у нас тут еще есть? А, нам нужно вообще сундук-то найти Изначально нам нужно найти сундук И я уже вижу сундучок Но это, видимо, не наш Значит, мы идем в комнату Общежитие Интересно, сколько людей останавливается в лагере Ясно Проход закрыт Может, тогда вот тут? Наверное, в таком Наталине Не уверена, что мне сюда можно Вот И я так думаю Она все еще сидит там и наблюдает Интересно, о чем она думает Так, уходи, мне это не нравится Это в чужой комнате Сундук 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 Впечатляет Это помогает Лене передвигаться Так Нет, проверять не будем Я хочу найти сундук Вот механизм Отлично Так Теперь нам нужно найти здесь сундучок Что это? Приемная катушка Такие использовались в старых кинопроекторах Хорошо Не знаю, зачем она нам Но, видимо, она нам пригодится Так Сундук Какой он красивый Наверное, это сундук Юнты Который упоминал о Лене Так И что здесь делать? А она не двигается А почему она не двигается? Надо проверить все стенки сундука Ммм Так Ооо, здесь очередная загадочка Так что, наверное, мы на этом приостановимся И разгадаем уже в следующей серии Так что всем спасибо за просмотр Не забудь свой лайкосик И подписочку на канал Если ты здесь первый раз А еще у меня есть сервер в дискорде Ссылочка в описании Все Всем пока-пока